Друзья, всех сердечно приветствую и поздравляю с Рождеством Христовым и Новым 2019 годом. Я вот только на минуточку представил, мы не виделись год. С прошлого года мы с вами не виделись и не слышались. Я очень рад, что мы снова здесь собраны. Благодарю брата Авраама и Андрея за такую чудесную, прекрасную возможность. Всем нам не просто здесь собираться, не просто встречаться раз в месяц, видеться, но и действительно чудесный материал познавать. Я вас поздравляю всех с тем, что мы пересекаем экватор, потому что 11 урок, ну правда 10, потом мы еще назад вернемся в северное полушарие, а сегодня мы, вот сейчас мы переходим в южное полушарие, пересекаем экватор. Вот я хочу попросить мою шестерку, нет, не игроков, а шестерку моих друзей, братьев и сестры, сестер, кто согласились помочь мне введение этого 11 урока, и мы покажем, нет, не мастер-класс, но просто пример, как вот его проводить нам в наших группах. Так, Виталий Анатольевич, что ты чекаешь? Давай, дорогой. Так, и не все, не все, Иван Васильевич. Давайте мы еще раз представимся, познакомимся, напомним наше имя, город. Виталий, место Кропивницкий. Света, Полтавская область. Иван, Кировоградская область. Роман, Полтава. Ирина, Полтава. Лена, Полтава. Сергей Кропивницкий, Кировоград. Хорошо, мы, 11 урок у нас называется «Учитесь покупать наилучшее». Друзья, мы, хотя мы на предыдущем 9 уроке, мы рассуждали, слушали о том, как сопротивляться или чинить опер различным рекламным искушением и не подаваться на ненужные для нас предложения, но, тем не менее, ну, вот вся наша жизнь, или, может быть, часть нашей жизни проходит в, как бы сказать, в таких операциях «товар, деньги, товар». Помните, кто автор этой формулы? Карл Маркс, если мне память не изменяет, да? Товар, деньги, товар. Мы все время что-то, ну, или почти все время что-то, мы покупаем, приобретаем, оплачиваем услуги и так далее, и так далее, и так далее. Мы сегодня, вот в 11 уроке, мы об этом и поразмышляем. Давайте мы откроем вот самую первую страничку нашего 11 урока, и кто у нас сегодня герой вот этого 9, простите, вот этого 11 урока. У нас в 9 уроке мы вспомнили об Моисее. Прекрасную нам такую картину. Спасибо брату Станиславу Станиславовичу, он нас вернул вот в книгу «Бытие», и мы поразмышляли о Моисее, книга «Бытие», «Исход». Соломон, у нас сегодня герой 11 нашего урока. Пожалуйста, что мы можем вспомнить о Соломоне, какие-то его, ну, вот если бы такая была загадка, вот нарисовать портрет и узнай, кто это, вот из библейских героев, чтобы вы, чтобы в вашей загадке была, какая бы была черта, характеристика Соломона. Пожалуйста, давайте вот так по кругу, по порядку. Мудрец. Философ такой, да? На моей картинке был бы храм. Храм. Богатство. Добрый. Богатоженок. Многожонье. Многожонье. Добрый. Не знаю, что можно про него сказать еще. Ну, и много вокруг него других царей, которые помогали ему в строительстве храма. Да, мы поговорим об этом, хорошо? Пессимист. Пессимист. Да, суета, сует. Все суета. То есть на разных этапах своей жизни Соломон по-разному нам представляется, вернее, представлен в Слове Божьем. Спасибо большое за ваш такой портрет. И здесь он действительно, у нас вот на первой страничке мы видим его характеристика. Он сделал мудрое предложение. Мы немножко позже поговорим об этом предложении, что оно, в чем оно заключается. И давайте мы начнем с того, что я предложил открыть третью страницу. Третью страницу. И мы действительно немножко с таким ускорением пройдем тест 11 вопросов под названием «Можете ли вы определить наилучшую покупку?» Повторюсь, мы многое что покупаем, многое что приобретаем. Ежедневно или почти ежедневно мы или наши жены, или наши домашние, мы делаем закупки в продовольственных магазинах. Мы что-то в супермаркетах покупаем, возможно, на рынке. Что-то мы приобретаем для нашего ежедневного потребления в пищу или в быту. Но иногда или час от часу нам приходится делать серьезные покупки, серьезные приобретения. И сегодня уже мы немножко об этом говорили, касались в девятом уроке. Либо это, может быть, приобретение холодильника, либо, может быть, даже автомобиля. И вот эти 11 вопросов, они нам представляют такие серьезные ситуации, скажем так. Тут надо поразмышлять немножко. И я предлагаю буквально, может быть, 2-3 минутки, каждый из нас, и вы, друзья, все, кто здесь есть в зале сегодня, пройдите, пожалуйста, этот тест на 3-й странице 11-го урока. И затем мы сделаем проверку. Друзья, мы будем идти дальше, потому что время неумолимо бежит. Итак, мы не будем сейчас останавливаться на всех этих высказываниях и их перепроверять, ну, может быть, с моим личным или вашим, может быть, личным мнением. Мы согласимся с мнением авторов курса. И на первый вопрос правильный ответ B, на второй вопрос правильный ответ A, третий вопрос B, четвертый – B, пятый – A, шестой – B, седьмой – B, восьмой – B, девятый и десятый – правильные ответы A и одиннадцатый – правильный ответ B. Подсчитайте, пожалуйста, количество ваших правильных или положительных ответов и посмотрим на результаты этого теста, такого вводного проверочного теста. Итак, если у вас от десяти до одиннадцати правильных ответов, то вы мудрый покупатель. Друзья, есть ли у нас такие, у кого десять-одиннадцать? Можете поднять руку? Не очень много, но спасибо все равно. Если у вас от пяти до девяти правильных ответов включительно, то вам нужен небольшой совет, друзья, в вопросах покупок. Хотя, может быть, вы делаете это всю жизнь, но вам нужны советы. Есть такие, у кого пять-девять? Можете поднять руку, пожалуйста. Спасибо, немножко больше. Ну и если у вас от нуля до четырех правильных ответов, то, друзья, ну, как и в предыдущих тестах результаты, нам с вами нужна серьезная помощь. Серьезная помощь. Есть такие, у кого от нуля до четырех? Братья и сестры, мы вроде бы еще не обедали, чтобы спать, поэтому, пожалуйста, проснитесь, взбодритесь и будьте немножечко поактивнее. Буду вам очень благодарен. Спасибо большое. Хорошо. Итак, когда мы говорим об каких-либо покупках, о каких-либо приобретениях, то вот существует такая формула, что в любую цену или вот в стоимость товара или услуги входят такие составляющие. Первое – это общая сумма затрат. Второе – это института, интересы продавца, его прибыль или его, то есть, поняли, да, проценты, его заработок, да, плюс, как он говорит, ну, я же еще и место арендую там на рынке или где-то в супермаркете или где-то еще. Затем фактическая ценность того, что мы покупаем. И последнее – это ценность нашего времени по отношению к этой цене. Вот такая немножко сложная формула. Мы никогда, может быть, не задумываемся об этом, когда видим ценник на прилавки или на товар, или на то, что нам необходимо приобрести. Итак, мы об этом сегодня немножко размышляем. У нас есть следующее на четвертой странице. Начиная с четвертой страницы нашего урока. Откройте, пожалуйста. Мы поговорим, вы поговорите, мы вас послушаем. Вот вы так по кругу будете, микрофон. И мы будем вот зачитывать вот эти вот блоки, значит, тезис, потом немножко размышления и ваши, еще, может быть, что-то вы хотите добавить, ваши комментарии или наши комментарии, кто есть тут рядышком. Пожалуйста, Виталик, начиная с тебя. Первое. 15 основных кроков до наивысшей и наивысшей покупки. Первое. Поревняйте потребную сумму и час, необходимый на ее заработок. Першим кроком до найвигиднейшого покупки є розуміння цінності грошей. Цінність визначається через порівняння, а затрачений на заработок час є доброю основою для такого порівняння. Якщо ви вирішили зводити сім'ю у ресторан і рахунок за обид склав 200 гривень, то скільки часу вам потрібно, аби заробити ці гроші? Якщо ваша зарплатня з розрахунку на годину роботи це 20 гривень? Відповідь – не 10 годин. Щоб підрахувати все правильно, ви маєте включити свій розрахунок і витрати, прямо пов'язані із заробітком, такі як транспортні витрати та обов'язкові виплати, наприклад, податки. Тоді можливо виявиться, що чистий ваш заробіток за годину лише 15 гривень. І тому виходить, що для оплати обіду вам знадобиться 13 робочих годин, тобто майже два повних робочі дні, і це не враховуючи проїзд та чайові. Дуже, дуже правильно, і я думаю, що після того, що прочитано, треба ще сидіти отако, знаєте, і в'їжджати. Такé «Аааааааааааааааааааааааааааааа". Інсайт. Добре. Так, але це всього-навсього приклад, обід в ресторані. Сравните нужную сумму и время, необходимое для ее заработка. Скажите, как часто мы с вами это делаем, первый этот шаг? Потому что мы говорим о 15 шагах, 15 основных шагов. Как часто мы это делаем, когда берем и оцениваем, сравниваем со временем? Давайте будем честны, я буду честен перед вами. Практически никогда, практически никогда. Вижу цифры, как там у классика, вижу цель, не замечаю препятствий. Вот моя карта приват или вот мой кэш, купил, все, или купила. Нужно, пригодит, мы еще об этом будем говорить дальше, хорошо. То есть вот этот шаг практически мы его игнорируем. Либо мы о нем не знаем, либо не знали в прошлом, либо просто вот нам не до этого. У нас на то, чтобы посчитать время, у нас нету времени. Согласны, друзья? Да. Спасибо. Хорошо. Давайте идем дальше, второй шаг. Сравните цену с тем, что еще можно купить за эти же деньги. Потребительская зашоренность мешает умению покупать наилучшее. Эта зашоренность проявляется в оценке товара без оглядки на то, что за эти же деньги можно купить в других сферах. Сравнивая одни товары с другими, мы не только утверждаем основание ценности, но и распознаем сигналы, указывающие, что нам стоит покупать сейчас или что нам нужно продолжать поиски. Притча Христа о сокровищах в поле и о драгоценной жемчужине является прекрасным примером этого шага. В этих притчах покупатели решили, что поле и жемчужина имели значительно большую ценность, чем все их имущество, и потому продали все, чтобы приобрести самое ценное. Если, к примеру, вы планируете купить машину за 5000 долларов, то следует понимать, что вы можете купить машину другой марки за 4000 долларов, а на сэкономленные деньги переоборудовать систему отопления у себя дома, чтобы в дальнейшем сэкономить на обогреве помещения. Надо поступать очень мудро, особенно сейчас, в наше последнее время, когда газ очень-очень дорогой, и надо отапливать более экономным. Ну да, да, да. Третий, подсчитывайте сбережение экономии в процентном выражении. Один мудрый и преуспевающий бизнесмен объяснял, почему важно экономить 2 гривни на пакете риса. Если один пакет риса стоит 10 гривней, а другой такой же массы и качества 8 гривен, то следует покупать тот, который стоит 8 гривен. Слушавшие его не понимали, почему мультимиллионер говорит о необходимости экономить 2 гривни. Пока он не объяснил, в чем именно заключается важность этих действий. Вы не просто экономите 2 гривни, вы экономите 20%. А теперь подумайте, сколько вы могли бы сэкономить, если бы уменьшились ежемесячные расходы на питание на 20%. Кстати, таких процентов не дает ни один банк. Такой способ мышления помогает нам понять, почему этот человек стал мультимиллионером. Его совет относится к экономии, подтверждается притчей Христа. «Верный в малом и во многом верен». Луки 16.10. Сделать хорошую покупку – это заплатить за приобретенный товар или услугу не больше, чем необходимо. Спасибо. Давайте сделаем небольшую паузу. Вот по вот этим первым трем шагам. Есть ли какие-то вопросы, комментарии, несогласия, согласия? Пожалуйста, может быть, братья, сестры из зала кто-то хотел бы что-то добавить? Есть? Да, пожалуйста. Можно вам микрофон? Рома, подай, пожалуйста. Ну вот последний случай, когда рассматривали сейчас вот этого богатого человека, который экономит 20% и выигрывает свое богатство. Тут работает принцип экономии, но не всегда работает принцип экономии. Иногда работает принцип времени, иногда другие принципы. Это система приоритетов. Поэтому в погоне за процентами человек может потерять что-то больше. Ну, это как мне кажется. Чудесно. Спасибо большое. Спасибо за замечательный комментарий. Мне кажется, что если таким принципом жить и экономить вот на каждом продукте, на каждой мелочи, тогда у человека в сердце возникнет то состояние, когда ему будет жалко кого-то благословить чем-то. Ну, может быть. Возможно, но я думаю, что одно с другим не связано. Но все равно, все равно спасибо большое. Можно? Да. Да, Виталий, дай, пожалуйста. Спасибо. Вот здесь написано мультимиллионер, вот он экономит 20%. Зачем ему эти мультимиллионы надо? Вот для чего они ему? А вот как сестра сказала, чтобы кого-то благословить. Да, ну, тогда христианин не может быть мультимиллионером. Спасибо. Ну, тут много среди нас мультимиллионеров. Можете поднять руку? У нас мы ецарственное священство. Я мультимиллионер. Мы цари, мы больше, чем мультимиллионер. Да, ничего не имеем. Мы ецарственного бога. Все равно спасибо, спасибо, братья. Спасибо. Есть еще такая, что касается 20%. Просто в магазине бывает два однаковых товара в разных упаковках. Резная вага, однаковая вага, разные упаковки. И цена на 20% дешевшая. Вот и все. И вот стоишь, и зазвичай берем то, что яскривейше упаковку, а не дивимось на суть. На счет мультимиллионера, 93 год, где-то 1993 год, Баптистская церковь города Чернигово, семинар проводит миллионер. И в конце этого семинара его спрашивают, скажите, вы даете десятину со своего огромного состояния? И он отвечает, я молю Бога, чтобы он позволил мне пользоваться десятой частью, а 90 отдаю на дело Божье. Поэтому бережливость и жадность – это совершенно разные вещи. По поводу, зачем ему эти миллионы, зачем ему эти две гривны, для того, это принцип мышления. Две гривны, то есть ты приходишь в магазин, ты видишь две пачки риса, и одна дороже другая, то подумаешь две гривны. Но тут же принцип в процентном соотношении, когда ты эти две гривны, те пять гривен, те десять гривен. В целом, то есть ты не сейчас видишь эти две гривны, и ты, можно сказать, плюешь на них, а в целом ты подсчитываешь. Сэкономленные деньги – это золотая фраза. Сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Вот это вот принцип. То есть ты сэкономил, с одной стороны, но если ты по-другому смотришь на этот принцип, то ты заработал, а не сэкономил. Сейчас только что получила откровение для себя, потому что то, что экономит, все нормально, но какие мы тогда распорядители Божьими финансами? Если мы, как Ева, это мое, и я распоряжаюсь, как хочу, или это Божье, и я уже спрашиваю, то есть разумно распоряжаюсь, здравый смысл. Друзья, идем дальше. Четвертый шаг, пожалуйста, Рома. Заработанные деньги кладите сразу в банк. Для удостоверения найвигиднейшей покупки необходимо ощадливое ставление до каждой гривны. Если ваша зарплата не перераховывается сразу в банк, а выдаётся вам на руки, чтобы сразу могли витрачать ее на особые витрати, то очень часто это приводит до немудрых решений и значительно ускладеннее ведение финансовой извленности. Если возможно, рахунок, на который переказывается ваша зарплата, должен предоставить нарахование процентов на залишу коштей? Ну, в какой-то мере, да, вопрос только доверия до Украинского банка. Дозвольте мне маленький коментар до этого. Ну, нещодавно я общался с одним молодым человеком, братик во Христе, член нашей церкви. Он не так давно устроился на работу в Крупивницком. Хорошая работа. Ему нравится. Он получил первую зарплату. И так как он мой подопечный, я ему наставник, душепопечитель, то я ему задал вопрос, как ты предполагаешь распорядиться своей первой зарплатой? И он рассказал, что 25 лет молодому человеку, он рассказал следующую схему, его схему. Вот так он ее и назвал. Моя схема. Значит, ну, 10% он отнесет в церковь, он отдаст Богу, 10, ну все. Значит, примерно где-то, я так понял, процентов 60 он открывает счет в одном из банков, не буду рекламировать банк, в одном из банков Украины. Он открывает счет и туда ложит эти деньги. А остальные, он говорит, я разложу по трем конвертам и положу в три разных места. Ну, в трех разных местах. Он живет в общежитии, он иногородний, живет в общежитии в Крупивницком. И вот один конверт будет храниться у родителей дома, в селе, откуда он приехал. Второй конверт будет храниться у него в общежитии. А я спрашиваю, а где третий конверт? Он говорит, ну как, где наставник? У тебя, естественно, будет храниться третий конверт. Ну, это так, иллюстрация, пример. Вот молодой человек так себе, так ему Бог показал, вот как распоряжаться его зарплатой. Спасибо. Пожалуйста, Мадим Гатуш. Носите с собой ровно столько наличных денег, сколько необходимо. Как-то один молодой человек пожаловался своему работодателю, что ему не хватает зарплаты в тысячу гривен в неделю. Работодатель поинтересовался, не выплачивает ли тот ипотеку. Он сказал нет. Как оказалось, арендная плата за квартиру была очень низкой. Затем работодатель спросил, есть ли у этого человека своя машина, на что тот ответил, что машина есть, но он еще выплачивает за нее кредит. Тогда работодатель потряс своего подчиненного вопросом. Вы проработали здесь 10 лет. За это время мы выплатили вам 520 тысяч гривен. На что же вы их потратили? Поначалу молодому человеку было трудно поверить, что он заработал так много денег. Но ему оказалось нелегко признать, что он потратил такую сумму денег, но так и не купил ничего значительного. Этот молодой человек имел привычку носить с собой большие суммы денег и свободно тратить их на вещи, не имеющие большой ценности. Немудрость. Немудрость. Просто немудрость. И опять же, как из моего детства, у меня мама всегда экономила. На всем экономила. Это с детства приводит человека к тому, что он не верит в то, что можно, ну, что вот этого ты достойна. Вот это хорошее, пусть оно чуть дороже, но ты этого достойна. И когда мы не думаем об этом, когда мы не ведем действительно вот основные шаги, когда у нас цель только подешевле и только это, у нас действительно в мозгах нет этой способности видеть, что мы получили такую сумму денег, а не потратили его ни на что, потому что нет мудрости. Это ужасно. В чем не было мудрости у молодого человека? Он, здесь написано, последняя фраза, этот молодой человек имел привычку носить с собой большие суммы денег. Большие суммы денег. Ну, естественно, когда они жмут, ты их разбрасываешь. Да, да, и свободно их тратить, да. Друзья, а вот теперь ко всем вопрос, ко всему залу, ко всем здесь присутствующим. Скажите, пожалуйста, можете ли вы, ну, вопрос классический, я думаю, что вы его неоднократно слышали, этот вопрос, на подобных темах, на подобных встречах. Можете ли вы с более-менее приблизительной точностью, ну, хотя бы, ну, давайте так, хотя бы в 100 гривен, плюс-минус, ну, может быть, кто-то сможет и меньше, в 50 гривен, в 10 гривен, может быть, даже до копеечки сможет сказать. Можете ли вы сказать, сколько у вас сейчас с собой наличности? Кэша. Сейчас, здесь. Не-не-не, не доставая и не пересчитывая. Вот, например, вы выезжали, предположим, или вчера вечером из дому, или сегодня среди ночи, или сегодня рано-рано утром. Сделали ли вы финансовый анализ? Пересчитали ли вы, с какой суммой вы выезжаете в столицу нашей родины, город Киев, а потом далее в столицу нашего братства, город Ирпень? Посчитали ли вы, сколько вам понадобится на обратную дорогу, если, например, будет форс-мажор и брат Авраам нам не вернет за дорогу, за проезд. Вы вот это все учли и посчитали. Сколько у вас сейчас? Можете сказать? Сергей Владимирович, мы готовим, кто твой, и ты тюрсу, я что-то не угадаю. Не. Не готовый. Вы знаете. Чудово, чудово. Замечательно. Да. А на обратный билет я помешу. Отлично, отлично. Вера Петровна, да? У нас хорошая Вера Петровна. Друзья, друзья, это ни в коем случае нет тупиковый вопрос, нет тупиковая ситуация, но было бы неплохо, было бы неплохо. Вот это немножечко нам подсчитывать, анализировать. Я, ну, не хочу опять же просить и хвастаться или много слишком о себе говорить, но последнее, или может быть одно из последних действий, которое вчера я вечером, перед молитвой, кроме молитвы, кроме того, что обнял жену, сказал ей спокойной ночи. Одно из последних действий, которые я вчера вечером сделал, я посмотрел, с какой суммой я буду завтра утром, сегодня ночью выезжать на Киев. И постарался ее зафиксировать в мозгу. И точно так же я стараюсь так делать. Я не говорю, что я всегда так делаю, но это еще давно-давно один мой тоже так, учитель, наставник, научил, посоветовал. Не носите с собой огромные суммы денег. Как минимум на карточке, а лучше и карточку дома. Это очень хороший принцип, это очень хороший шаг. Пусть Бог нас благословит. Мы идем дальше. Шестой шаг, пожалуйста, Заранее решите, что вы будете покупать. Мудрый покупатель составляет список того, что нужно купить, прежде чем отправиться по магазинам. Для этого есть несколько важных оснований. Товары в магазинах часто выставлены так, чтобы побуждать к импульсным покупкам. Обратите внимание, где выложены шоколадные батончики. Возле кассы, да. Без заранее составленного списка вы, скорее всего, купите больше, чем нужно. Составив список заранее, вы сможете проверить, в каких магазинах есть то, что вам нужно. Благодаря этому вы не будете тратить лишнего времени на дорогу. Будете заранее знать цену товара и увидите, нужно ли вам искать данный товар еще где-то, чтобы сделать самую выгодную покупку. Для тех товаров, которые вы покупаете регулярно, будет полезным приведенный ниже перечень. зубная паста, туалетное мыло, стиральный порошок в пачке, отбеливатель, черный крем для обуви. Перечисляя подобным образом все необходимые в хозяйстве товары, вы будете иметь четкое представление о том, сколько всего у вас есть, сколько из этого было использовано, сколько было потрачено денег и сколько нужно купить еще. Комментарии, вопросы по четвертому, пятому и шестому шагам. Да, пожалуйста. Если позволите, я поделюсь немножко опыта в этом плане. Уже с 2002 года этим занимаемся. Есть вот это покупки, перечень товаров, которые мы с супругой поделили, кто что покупает. Ну, как вы поняли, там где тяжелые, там какие-нибудь крупы, олея, там овощи. Я в основном этим занимаюсь. Значит, есть, во-первых, определенный запас продуктов дома. То есть, когда у вас уже в последний момент надо что-то покупать, вы покупаете в первом магазине по той цене, которую вам предлагают. Да, то есть, если у вас есть определенный запас по всем этим позициям, естественно, вы знаете определенную цену, сколько это стоит. Значит, что я делаю? Если вижу, у меня какой-то продукт заканчивается, я себе зафиксирую, что мне нужен этот продукт. Но стараюсь до этого не допускать. Значит, зашел в магазин, вижу, ага, цена, например, на тот же лук сейчас в районе 18 гривен в среднем. Если я увидел хороший товар, например, 16 с чем-то, дальше у меня есть немножко дома, я ее куплю. Вот это тренд-принцип, который надо, вот вы экономите. Просто так, вот, опять же, цены. Не надо специально хотеть в этот день обойти 10 магазинов, будет потеря времени. Но когда вы проходите мимо какого-то магазина, вы знаете мысленно, ну, плюс не с копейками, сколько сейчас стоит цена, потому что есть сезонный товар. И вы знаете свои запасы, да, то есть это регулирует вот эти запасы, вы позволяете себе экономить на этом. Ну, и, соответственно, купить лишнее, не покупать, как в этом перечне, и товары, которые не нужны. Вы знаете, что вам нужно, все остальное, это так. Как информация к размышлению, возможно, когда-то понадобится, в ценовом диапазоне. Не надо специально тратить, записывать, там, когда-то я себе делал, там, цены. Есть этот перечень, там, 10-15 наименований, приблизительно, с точностью до гривны. Не важно, помнить копейки, не до такой степени, там, планка. 13, 15, 17, 18, понял, да? Спасибо большое. Еще есть или вопросы, или комментарии? пожалуйста. Комментарии сродни тому, что сейчас брат рассказал. Мы с супругой, точнее, раньше супруга вела это хозяйство, да? То есть, ходила в магазин, финансы выделялись, она ходила в магазин, денег, как всегда, не хватало, потому что в магазин, на базар надо было идти один, а то и два раза в день. Но когда мы решили делать регулярные закупки, бакалею, это крупы, ну, то, что можно купить на месяц, мы объехали несколько супермаркетов, выбрали более подходящий нам, и по цене, и уже ходим раз в месяц, два раза в месяц, раньше ходили раз в месяц, но тяжело было нести. Мы стали ходить два раза в месяц закупать сыпучие товары, которые, срок хранения немного дольше, и два раза в неделю жена стала ходить на базар, покупать все остальные продукты. Ну, базар рядом, потому и на базар ходим. И получается, что сэкономилось так время, что жена не знала, куда его девать, что с ним делать. Была в растерянности, и нам пришлось перераспределять время, размышлять об этом, как более эффективно его можно использовать. Слава Богу. Ну, и совет, лично мой опыт, лично свой, как говорят, опыт, досвид, экспириенс, даже если есть список, я стараюсь, я стараюсь не идти за покупками голодным. Спасибо, братья, что меня поняли. Хорошо, идем дальше. Седьмой, пожалуйста. Засередьте увагу на покупці, а не на тому, скільки лишается грошей. Невиправдані надбірні витрати починаються тоді, коли людина думає, скільки грошей у неї залишається чи залишиться на рахунку, а не про те, чи буде витрачена кожна гривна з максимальною вигодою. Мудрий покупець може мати 50 тисяч гривень за ощаджень. Якщо він думає про покупку вартістю тисячу гривень, він не буде казати собі, у мене залишається ще 49 тисяч гривень. Таке мислення веде до лінивства щодо дослідження товарів, а з лінивого покупця легше мати зиск, вигаду. Мудрий покупець буде дивитися на те, скільки грошей у нього залишається лише після того, як пересвідчиться, що обраний товар дійсно буде найвигіднішою покупкою. 8-й. Смотрите на цену, прежде чем вы посмотрите на товар. Всегда узнавайте полную цену товара, прежде чем принимать решение о його покупке. Одним із самых больших врагів наилучших покупок є емоціональна привязаність к товару, коли ви ще не решили, може ли його себе позволити. Вся сила рекламы направлена на то, щоб вызвати в человекі исключительно сильне желання приобрести рекламируемий товар, даже если придеться заплатити за облачну цену і лежить в долг. На этом основывається покупка товара в кредит. Когда ви видите, що цена стиральної машини, которая вас заинтересовала, выходит за рамки ваших возможних трат, буде мудро проявити дисциплінированність і не розсматривати цю машину серйозно. Когда вам приносять меню в ресторане, стоїть научитися сначала смотрити на цену, а лише потім на блюда. Девятое. Обязательно узнайте окончательную цену. Цена, которую приходится оплатить на самом деле, часто оказывается значительно выше розничной цены товара. Например, если вы покупаете автомобиль по указанной цене 7900 долларов, то вам также придется оплатить такие расходы. Реальная цена 7900 долларов плюс минимум 22 435 гривен. Эти цены варірують от области к области, но картина по-прежнему остается реальной. Очень часто крупная покупка включает себя больше, чем начальная цена товара. Если вы едва-едва можете позволить себе машину за 7900 долларов, то окончательная реальная цена станет для вас тяжким финансовым временем. Чтобы такая покупка не привела к затяжному финансовому рабству, она может быть оправдана лишь при двух условиях. А. Автомобиль будет использован для получения дохода. И. Б. Уровень вашей зарплаты достаточно высок, чтобы покрыть постоянные расходы на обслуживание и ремонт и амортизацию. по 7, 8 и 9 шагам есть какие-то комментарии, только очень-очень коротко и по существу. Да, пожалуйста, сестричка. Рома, дай заделать микрофон. Да. Я согласна? Когда идешь в магазин, надо поесть. А что касается товаров, покупки в других странах, допустим, в Беларуси, мы идем и смотрим там полтора рубля их них молоко и мы думаем как дешево, а на самом деле если мы переведем на наши деньги получается очень круто. Или в Израиле сандали за 10 долларов и все хватают и потом думают, что вот это можно 8 пар купить в Украине. Спасибо. Спасибо большое, сестричка. Спасибо. Рома, идем дальше. Десят. При купивле комплектив вы значите цину одиницы. Дается очевидным, что при купивле товар великими комплектами цена за одиницю виходит меншую, ніж при купивлі меншими пакунками. Проте мудрий покупец завжди перевірятиме, чи це так. Иногда бывает так, что одиница товара у великому пакунку виходит дорожчою, ніж куплена окремо або у меншому пакунку. У таких супермаркетах вказується ціна одиницы товару, проте при потребе ви можете визначити її самі. Для визначения ціни одиницы товару поделить вартість на кількість. Якщо пачка правильного порошку вагою 1500 грам коштує 37 гривень 50 копійок, ціна одного грама 2,5 копійок. Якщо пачка такого самого порошку вагою 400 грамів продається за 14 гривень, то ціна за грам виходить 3,5 копійки. У такому випадку ви заощаджуєте 35% при купивлі більшого пакунку. Один надзвичайно успішний торговий агент досягнув процвітання саме завдяки визначенню ціни за одиницю товару. Якщо йому потрібно було купити партію ковдр, то він спочатку звертався до виробника, щоб довідатися, чи можна їх придбати безпосередників. Якщо ні, він звертався до офіційного дилера та запитував, яку знижку можна отримати при покупці 10 штук. Далі він запитував, чи можна було б сподіватися більшої знижки при купівлі 50 штук чи ще більшої при купівлі 100 штук. Друзі, я прошу мене извинити, я не дуже розсчитав, опять же, наше время, котре просто летить, чи просто, можливо, ми вначальні задержалися. Давайте ми тільки названня шага, т.е. 11, 12 і так далі, і так далі. І ви либо дому посмотріте, ні, ви не дому, ви повинні були при підготовці, повинні були вдома вже підготовитися до уроку, і тому своїми словами, як цей шаг нам потрібно розуміти, т.е. коментарію зразу. Пожалуйста, 11. Підраховуйте загальну вартість покупок перед тим, як оплатити їх у КАЗ. Це зрозуміло. Так. Досліджуйте товари. Це теж зрозуміло. Записуйте питання та відповіді. О, тут мені непонятно. Прошу, йдеться. Коли ви збираєтеся зробити велику покупку, дуже важливо записувати питання, за допомогою яких вам буде легше визначити цінність призначення особливі функції та особливості експлуатації товару, які ви хочете придбати. Наприклад, ноутбук. Якщо хочете придбати, то треба знати, що хочеш. Тому що, коли знаєш, для чого тобі ноутбук, тоді ти можеш купити за 3,5 тисячі гривень, а не за 14 тисяч гривень, які тобі запропонують. Бо в магазині зразу запропонують дорогий товар. Це однозначно. Хороший продавець так і робить. Питання понятне, а відповідь? Так от записують питання, які для тебе важливі. Джерелом ваших запитань буде те, що ви дослідите в інтернеті, а також інформацію, яку ви особисто дізнаєтесь від інших користувачів. Ці питання потрібні не лише для розмови з продавцем. Якщо ви будете записувати відповіді, то матимете змогу самостійно перевірити, чи сказане дійсно є правдою, чи це лише рекламні байки. При можливості просіть документальне підтвердження того, що вам розповідають про товар. Якщо обіцянки щодо якості або функціональності товару ніде не зазначені письмово, то ви не зможете довести, що вам хтось щось обіцяв. Опять же, на все це потрібно час. Потрібно всі цьому вчитися і практикувати. Хорошо, 14, пожалуйста. Посовітуйтесь з іншими владельцями і мастерами по ремонту. Ну, як би понятно, да? Ключ к мудрым покупкам – це по можливості безплатне використання опыта других людей. Другі владельці заплатили за цей товар високую цену, і обычно вони готові даром поделиться своїми мислями о нём. Можно також читати відзіви. Посовітуйтесь з женою перед покупкой. Или с мужем. Или с мужем. Да, савет – очень хорошее дело в этом. Хорошо, спасибо большое. У нас є на восьмій страниці два таких блока. Основні вопросы перед покупкой – це як образец. То є це вопросы, які я сам себе, прежде всего, задаю, і сам на них стараюсь відповідати. На ці вопроси. Це як образец. Можна цей список вопросів розширити. І ми говоримо, якщо ви обратили увагу, ми цих 15 шагів розширили, то затронуты различні сфери нашої життя, начиная від продуктов питання, заканчуючи там хозяйственні товари для быта, для дома, для семьи, автомобіли, стиральна машинка і т.д. І ще одна сфера нашої життя – це обустрійство, бит, ремонт і т.д. І т.д. І здесь є тоже такий пример в квадратике. Ми видим основные вопросы перед началом строительства или ремонта. Можна також на це обращать внимание. Нужно на це обращать внимание. Давайте ми перевернем. Страница 10. На странице 10 у нас є ще такий подсказок или совет. Покупайте наилучше, задавая точні вопросы. Я понимаю, що я, например, коли читал эту страничку, коли я эти вопросы читал, я себе представил лицо менеджера этой фірми, которая, предположим, у мене буде делать ремонт, хотя, конечно, я делаю сам ремонт себе. Но тем не менее, если я ему задам эти 13 вопросов, буде ли он всерьез це все воспринимати? Но тем не менее, несмотря на то, что есть какие-то у мене или у кого-то предубеждения, но действительно эти вопросы задавать надо. Или как минимум справки наводить надо. Потому что очень большое количество вот таких фирм или мастеров таких однодневок, они только вчера, может быть, напечатали это объявление о том, что они там сантехник 80 уровня или ремонт, они делают уже там 10 лет на рынке ремонтов квартир, но на самом деле они только вчера или позавчера зарегистрировали эту фирму, если она вообще зарегистрирована. Таких случаев очень-очень много, я думаю, могли бы все мы рассказать об этом. Ну и, наверное, все-таки согласитесь, что мы скорее сами ремонт этот сделаем или там автомобили или в квартире что-то. Тем не менее, если обращаемся к специалистам в той или иной сфере, то вот эти 13 вопросов, которые нам представлены на 10-й странице, они нам будут в помощь. Давайте мы, друзья, вернемся на страничку назад, на 9-ю, и здесь мы вернемся к основной идее этого 11-го урока. Мы вспоминаем нашего сегодняшнего героя этого 11-го урока. Кто у нас герой, напомните? Спасибо. Соломон. Какая его вот была история здесь нам предложена, на память приведена. История заключается в том, что Соломон отправил своих работников, своих рабов, там написано так, отправил к рабам царя Хирама. Это царь, который должен был поставлять древесину, ливанские кедры, помните, для заготовки и потом дальнейшего строительства храма. Вот вы когда читали эту историю в книге «Вторая параллельпоминон», кто-нибудь из нас задавался вопросом, почему Соломон так сделал, зачем он так сделал? Кто-нибудь задавался таким вопросом? Ну, я думаю, что задавались. Но как минимум проповедники должны были таким вопросом задаться, потому что этот вопрос по правилам Гомелитики ставится. Зачем так сделал Соломон? Почему он так сделал? Давайте теперь попробуем ответить, как уже специалисты или почти специалисты в финансовой свободе или в контексте нашего урока? Пожалуйста, смелее. Вопрос повторю. Почему, по вашему мнению, Соломон отправил, ой, простите, ну да, Соломон отправил своих рабов на заготовку вот этого леса? Чтобы в красной технологии есть одна версия хорошая. Чтобы не платить работникам. Чтобы не платить работникам. Да, пожалуйста. Знали свое дело, пожалуйста. Еще одна версия сэкономить деньги. Еще есть? Пожалуйста. Дуже якисный лис, добрый. Еще раз, Рома. В тексте написано, что он их послал туда, потому что среди них не было никого, кто умел бы стынать дерева, как седоняны. То есть, это как бы умения не было масте... Ну, да. Никто не был мастером в своей справке. Друзья, чтобы время наше, опять же, сэкономить, я думаю, что все-таки конечная цель, вот то, что мы сейчас тут все говорим, все говорим, это все правильно. Но я думаю, что конечная цель все-таки это сэкономить. Сэкономить. Послушайте, кто экономит? Соломон. Царь Соломон, у которого... Он не просто мультимиллионер, он там... Мультимиллиардер. Миллиардер и так далее. Сэкономить. Да, а потом уже украсть технологию. Но сначала он думает там... Ну, хорошо. Итак, друзья, вот как бы смысл или мораль этого 11 урока. Не то, чтобы вот прямо, ну, должна быть такая навязчивая идея постоянно, ну, не жить с этим, но и в то же самое время не думать об этом тоже нельзя. Если мы можем на чем-то сэкономить для славы Божьей, для дела Божьего, для того, чтобы быть хорошими, правильными учениками, достойными учениками по финансовой свободе, вот, то нужно экономить, нужно стараться экономить. Это хороший библейский принцип. И там есть еще один пример о том, как один человек решил себе перекроить, переделать кровлю в доме, и там есть небольшие такие расчеты, подсчеты. Вы также можете об этом на девятой страничке познакомиться с этой историей. и он сэкономил довольно-таки серьезную сумму денег. Хорошо. Друзья, и на завершение, на завершение у нас есть несколько тестов для такого закрепления этого материала 11 урока. Открываем страницу 11 нашего урока, страница 11. Некоторое время, мы буквально несколько минут, а две посвятим этим четырем вопросам здесь на 11 странице. Тест, можете ли вы определить ценность покупки? Пожалуйста, несколько минуточек на выполнение этого теста. Давайте мы ответим на эти четыре вопроса. Пожалуйста, вот, сестричка Лена. Ира. Після рабочего дня вы зайшли у кафе та замовили пиццу и напий. Замовление коштувало 50 гривен. Сколько годин праці пішло на це замовлення, якщо на работе вы заробляете по 100 гривен щодня? Ну, получается, якщо 8 часов, то 4. И больше. Я прошу прощения, можете объяснить еще раз ваш ответ? Ну, якщо у меня заробиток 100 гривен за 8 годин. За 8 полных годин. Да. А я сразу потратила 50. Это получается, у меня половина пішла зарплаты моей. Мне надо працювати 4 години. так. Ну, і більше, якщо це ненормований день. Добре. Пожалуйста, отметочку себе сделайте, друзья. На первый вопрос этого теста правильный ответ В. 4 часа більше. Второй. Если каждый из указанных ниже товаров стоит 200 гривен, приобретение которого из них можно считать наилучшей покупкой. Большая коробка шоколадных конфет или 1 грамм золота или 400 монет по 50 копеек. Но я склоняюсь к тому, что это 1 грамм золота. Все согласны. 1 грамм золота. Это будет товар, который не потеряет ценности, когда поднимется кур. Кур с гривней или... Да, конфетки тоже надо в свое время покупать. Спасибо. Если вы хотите купить кухонную плиту, яка была в житку, то какие вам нужно сделать кроки, чтобы ваша покупка была найвигіднейшой. Принемеруйте відповідно до важливостей кожного кроку. На первом месте я поставил переверить стан, на втором месте запитать парады других властников, третье дознаться рік випуску, ну, це було другий, дознаться рік випуску, третье запитать парады, четвертое запропонувати продавцю свою ціну. Добре, дякую. Друзья, если у вас есть другой шаблон или порядок шагов, ничего страшного, поставьте такой порядок, который вы хотите поставить. Ну, у меня такой, первый, это узнать год выпуска и модель плиты, чтобы найти дополнительную информацию, второе, это В, спросить совета у других владельцев подобных аналогичных моделей, третье, Б, проверить состояние плиты и в последний момент это уже предложить продавцу свою цену. То есть, как бы снизу вверх. Да, такой порядок. Хорошо, и, пожалуйста, четвертый вопрос. Если вы покупаете для своего ребенка смартфон за 1800 гривен, какой на самом деле окажется стоимость этого телефона через три года? Я прошу прощения, здесь маленькая ремарочка. С учетом того, что, смотрите, у нас смартфон, у нас не просто телефон, не просто трубочка, у нас смартфон. Смартфон – это подключение к интернету, то есть пакеты будут ежемесячно покупаться, интернет-пакеты. То есть, вот посчитайте, примерно сколько за три года будут куплены эти интернет-пакеты. Я думаю, что 4000 может и больше. 4000. Да. Вопрос неправильно переведен, да? Некорректно. Я с вами согласен насчет неточности. Но правильный ответ 4000. Затраты, да. Спасибо. Спасибо, брат. Да, затраты. То есть, сколько мы в него вложим на протяжении трех лет. Хорошо. Спасибо большое. Очень приятно, что вы с нами, что вы в контексте. Спасибо, братья. Хорошо. У нас еще два теста и несколько еще времени есть. Спасибо. Спасибо. Напомните, хорошо. страница 12, тест. Буквально, друзья, мы сразу же называем правильные ответы, потому как у нас практически нет времени и нам нужно будет еще снова вернуться на страницу 10. Итак, тест, как Бог иллюстрирует наши обязанности перед продавцами. с каждой обязанности подберите соответствующий пример из Библии. Первый пример ему соответствует пример Ж. Царь Давид и царь Хирам. Ж1. Отметочку себе сделайте, пожалуйста. Второй пример это цифре 2 соответствует буква Г. Ваос и его родственник. Третий вопрос это буква И. Царь Соломон и царь Хирам. Четвертое А. Опять же царь Хирам и царь Соломон. Теперь уже наоборот. Пятый вопрос буква Е. Авраам и Ефрон. Шестой буква Б. Соломон и Сидоняне. Седьмое буква В. Ахав и Навуфей. И восьмое Д. Соломон и царица Савская. Еще один тест на тринадцатой странице который нам поможет ответить на вопрос можете ли вы определить библейские примеры самой выгодной покупки. У нас в левом столбце принципы покупки и в правом библейские иллюстрации. Давайте так мы пройдемся опять же тоже бегло. Первое научитесь понимать ценность денег. Это ответ Г. Притча о потерянной монете. Второе не хвастайтесь своим богатством. Это буква Л. Езекия и вавилоняне. Третий принцип покупки. Платите за товар исходя из его ценности. Это ответ Ж. Аврам покупает пещеру. Четвертое узнавайте полную цену товара прежде чем возникнет желание его приобрести. Это Б. Притча о строительстве башни. Четвертый вопрос Б. Пятый вопрос И. Примите себя таким как вас сотворил Господь Бог. 5 И. 6 А. Внимательно осмотрите товар перед тем как его купить дабы убедиться что он стоит их денег которые вы собираетесь за него заплатить. Притча о драгоценной жемчужине. Ответ 6 А. Седьмое ответ Е. Научиться предлагать мудрую и приемлемую цену. Ваос выкупает землю. Е. Восьмое вариант буква К. Артаксерс и Исфирь. Девятое вариант В. Заинтересуйте продавца важностью вашего дела. Соломон и царь Херам опять нам в пример. И последний десятый ответ Д. После выполнения работы заставки товаров оплачивайте счета без задержки. Притча о владельце виноградника. Братья и сестры мы возвращаемся на страницу 10 к самому важному моменту этого урока. Страница 10. Личное обязательство покупать наилучшее. Каждый наш урок не может считаться пройденным или завершенным, если мы с вами не подписали и не поставили дату, когда мы принимаем это личное обязательство. сегодня 22 января 2019 года. Вы можете поставить именно эту дату и поставьте вашу подпись. Личное обязательство покупать наилучшее. Как распорядитель божьих средств я принимаю решение быть верным в том, чтобы стараться всегда делать самые выгодные покупки. Это означает, что я буду тщательно исследовать выбранный товар, просить мудрых советов, предлагать справедливую цену и буду готов отказаться от покупки, если она не соответствует критериям наилучшего варианта. Перед тем, как мы помолимся и закончим наш урок, я хотел бы сказать следующее. Мы не виделись с прошлого года, были праздники. Я хочу вас поблагодарить, я снова рад вас видеть, друзья, и у меня для вас есть маленькие такие рождественские подарочки, самые-самые такие. Нет, для моей группы, для моей группы. Павел Иванович, простите, простите, для моей группы. Ни в чем, просто подарочки. Мы помолимся, друзья, мы помолимся. отец, отец, нашего спикера, Господь, и просим тебя, веди нас подалее этих заняттях, Господь, чтобы мы мали мудрость для того, что ты хочешь научить Господь, чтобы в нашем жизни славилось Твоё имя. Слава Тебе, наш Бог, в имя Иисуса. Аминь.